Будучи на железнодорожном вокзале, я читал книгу Газданова «Ночные дороги». И совершенно по случайному совпадению он как раз описывал сцену, как в лютый мороз мыл поезда ледяной водой. И тогда меня эта сцена настолько впечатлила, что в летнюю жару я почувствовал знойный холод. Так это было красочно и живо написано. Собственно, в тот день весь остаток я провел наедине с романом «Ночные дороги» и читал его, пока не закончил. И до сих пор он вызывает у меня те же самые меланхолические чувства и одновременно чувство какой-то такой некой возвышенности, знаете. И вся жизнь Газданова на самом деле проходила не так, как надо. Первое его воспоминание о жизни – это то, как он падает головой вниз. А мать его ловит. Собственно, так Газданов и жил. Родился в семье он осетина, но языка не знал. Все детство ему приходилось разлежать по разным местам, по разным городам. И надолго, особенно, они нигде с семьей и не задерживались. Гимназию он не закончил, ему пришлось ее бросить. И в 16 лет, будучи совсем юношей, он уходит на войну. Причем поддерживая сторону белого движения. И не потому, что он выступал за их политику или потому, что они защищали старый мир. Хотя, конечно, этот старый мир был более близок Гайто Газданову. Нет. Он поддерживал их для того, чтобы узнать, что такое война. И самое главное, потому что именно они тогда проигрывали. Вступиться за ту сторону, которая выигрывала, было для Газданова чем-то ненормальным и чужеродно. Гайто потом говорил, что если бы проигрывали красные, то, несомненно, он бы тогда поддержал красных. И вот, оторванный от семьи, совсем молодой парень, познает, что такое война. Она находит отражение в его первом романе «Вечер у Клэр». И именно только та самая Клэр, да, образ вот этой девушки, не столь в любовном плане, а более как такая тяга к трепещущей жизни и дает ему силы. И мне тут же вспоминается момент из романа «Вечер у Клэр», который действительно пробирает до костей. Как только я слышал запах перегоревшего каменного угля, я тотчас представлял себе начало моей службы на бронепоезде зиму 1919 года. Синельникова, покрытая снегом трупы махновцев, повешенных на телеграмных столпах. Замерзшие твердые тела, качающиеся на зимнем ветру и ударяющиеся о дерево столбов с тупым легким звуком. Селение, чернеющее за вокзалом, свистки паровозов, звучащие как сигнал бедствия и белые верхушки рельс, непонятных в своей неподвижности. По воле судьбы Гозданова заносит в Париж, где он, собственно, и прожил практически всю свою жизнь. И это был совсем не тот Париж, который нам рисуют романтические, красивые сказки и сказания. Это был жестокий и действительно беспощадный город. Тут нужно понимать, что Гозданов входил в волну эмиграции 1920 года. И это было действительно невероятное время. Представьте только себе, что некогда русская интеллигенция, которая включала в себя различных профессоров, генералов, ученых людей, людей искусства, просто в один прекрасный момент все они становятся никем. Ну, либо занимают какие-нибудь низкие должности в лице официантов, уборщиков, продавцов в околейных лавках и так далее. И это просто удивительно. Париж тех годов был именно таким. И только через творчество таких людей, как Гозданов, мы можем ощутить этот ушедший мир. Обычные таксисты, кем, собственно, был Гозданов 22 года, не просто занимаются работой, но в перерывах они обсуждают Канта, Пруста, говорят о литературе и философии. И где вы сейчас такое встретите в современном мире? Кажется мне, эти темы ушли уже далеко в забвение. И иметь даже такую работу было уже тогда счастьем. Многие были просто банально бездомными. И эта участь коснулась, конечно же, и Гозданова. Он тяжело работал, был и мощиком паровозов, и портовым грузчиком, сменил множество профессий. Какое-то время он ночевал возле метро и был обычным бомжом. Но и при этом Гозданов в итоге поступает в Сорбон, где изучает литературу. И это поразительно. Как я уже и говорил, Гозданов 22 года проработал таксистом. И даже уже будучи состоявшимся писателем, он работал таксистом. Эта работа нашла уже отражение в его самом великом, как по мне, романе «Ночные дороги», на который я, собственно, и хочу сделать особый упор в моем рассказе. Гозданов говорит, что читать смертельно. Ибо как только ты начинаешь читать, ты обрекаешь себя на поиск истины. Но Гозданов читает. И читает очень и очень много. В перерывах, стоя на центральной площади, в ожидании клиентов, он зачитывается книгами. Даже несмотря на то, что читая ты умрешь, он предпочитает вынести себе смертный приговор в томительном поиске этих невидимых и неосязаемых абстракций. Сначала для Гозданова Париж представляется, конечно же, сказочным городом, запечатленным в таких бесконечных каменных монументах невиданной красоты. Но со временем он узнает его изнанку. Декорации разрушаются. И иногда он еще, конечно, может уловить те первые ощущения от Парижа, когда не работал таксистом и ходил пешком. Но это случается крайне редко и только днем. Так Гозданов разделяет ночной Париж и дневной Париж. Клиентов его такси он видел с настоящей стороны. Они не притворялись, потому что, собственно, видели его первый и последний раз. Часто это чревато заканчивалось для Гозданова. Не спеши доверять, выводит рассказчик ночных дорог. Приведу пример из книги. К нему в машину садится побитая женщина. У нее, собственно, сломанная рука. Она просит отвезти ее в больницу. И как только Гозданов ее привозит, она тут же моментально обвиняет его, что это он ее избил и сломал руку. И таких примеров в книге действительно валом. Пару слов я хочу сказать о фабуле. Гайто специально уходит вообще от такой привычной манеры в подаче сюжета. В сущности его тут вообще нет. Это автобиографичные фрагменты из его жизни во время работы в ночном такси. Все события происходят в совершенно разное хаотично разбросанное время. И в сущности это множество таких маленьких историй и персонажей, которые соединяются воедино, представляя собой Париж и становясь со временем единым сюжетом. Это наблюдение Газданова, его бытоописание. И его, кстати, тянет в какой-то мере больше наблюдать за чужой жизнью, чем за своей собственной. Париж кишит клошарами, наркоманами, проститутками, алкоголиками. И это все выплывает наружу, как только наступает ночь. И это жизнь одной ночью, никто не думает из них про завтра. Все они живут в душевном одиночестве, несмотря на то, что в романе практически отсутствует вот это частное место и пространство. Все застывает в публичности. И Газдановский Париж своего рода это знаете такой вавилон безнравственности. И так было не всегда. стоит взглянуть только на Париж Газданова например в вечер у Клэр и ночных дорогах и вы увидите огромную пропасть между ними. В первом герой ослеплен светлой стороной, но став уже коренным обитателем Газданов начинает замечать и другую изнанку Парижа. Можно даже сказать, что главным героем в ночных дорогах выступает не сам рассказчик Гайто Газданов, а Париж является таким экзистенциальным пространством, воплощенным, можно сказать, призрачное существование таких собирательных вещей, как наблюдение, случайные, конечно же, встречи, уличный язык и разбитые судьбы. Газданов чувствует отвращение к обитателям социального дна, но исключительно из-за того, что они не желают вырваться из этого болота. Многие из них томятся в медленном подступающем безумии, и оно заразительно. Газданов сетует на приятелей эмигрантов, потому что их предел мечтаний это торговать в лавочке. Вообще Гайто очень критично описывает такие фрагменты, заключая это фактом, что нет ничего хуже, чтобы прожить жизнь обычного обывателя. Это подтверждает, например, и гарсон в баре, который говорит, что его мечта это просто зарабатывать деньги себе на жизнь и в сущности он счастлив. Или хозяйка кафе, которой вся жизнь крутится вокруг заведения и кажется если оно вот-вот пропадет, то ей ничего не останется, как закончить жизнь самоубийством, потому что вся жизнь это бизнес. Хорошей метафорой являются дорогие часы на руку Федорченко, одного из эмигрантов, которые он заводит только исключительно по выходным дням, чтобы те не изнашивали механизм, всю неделю работая, возвращаясь с фабрики, тут же ложиться спать, у него нет никаких интересов, совершенно ничего, и он олицетворяет душевную беззвучную жизнь. И Тонко Газданов на его примере чуть позже показывает быстрый скачок из материальных забот и проблем в зону гибельных абстракций. Федорченко получает получает блага, которые он хотел в какой-то момент, но потом он задается вопросом, почему все именно так и для чего мы живем. Тут-то мы и возвращаемся к тезису Газданова, что чтение обрекает на смерть. Федорченко начинает читать и не выдерживает этого. Ему становится в мире материальном тесно, но вступив в зону гибельных абстракций и душевных терзаний, он идет по пути достоевщины и в один прекрасный момент прекращает свои муки путем самоубийства. Газданов не может привыкнуть к пустому взгляду чиновников, рабочих, коммерсантов. В них он узнает лишь отсутствие отвлеченной мысли и душевное убожество. Он только видит в них душевное убожество. И я его в какой-то мере понимаю, особенно в современных реалиях. Видимо, поэтому из-за этих мыслей мне Газданов так сильно и симпатизирует. Но опять же, Газданов говорит нам, что встав на тропу неразрешимых вопросов, неминуемо придет катастрофа. Поэтому ничего не остается, как балансировать в этих двух пограничных состояниях. Несмотря на крушение, Газданов не упал на дно. Приезжая в любимое кафе, где неустанно все пили, он всегда заказывал лишь стакан молока. И у меня сразу же перед глазами рисуется вот такая вот картина. Безумная вакханалия творится вокруг, и сидит Газданов, который пьет молоко. Проза Газданова вызывает рефлексию. Сам Гайто иногда ностальгирует, в частности, по России. Но в той России, которую он помнил, не осталось ничего, кроме детства. И она ему представляется лишь таким детским раем. И несмотря на все омерзение к окружению, к происходящему, Газданов остается человечным, находит счастье в моментах, и ему свойственно сострадание. Это подтверждается его поступками, в частности, например, в помощи старой проститутки Ральди, которая когда-то была одной из самых таких знатных дам Парижа, и ее образ действительно вообще олицетворяет вот эту знаменитую фразу, что ничего не вечно. Читатель ночных дорог будет замечать героев переломный момент их судьбы. И на этом строится весь роман, выставляя вперед тему такого некого преображения человека, последствия, которые не веданы ему самому. Но и с этим всегда остается некая метафизическая честность. События в ночных дорогах не столь важны вообще. Стоит застрить тут внимание лишь на их отклик, которые они рождают. Рассказывая Газданове очень трудно обойти тему экзистенциализма. Обычно его персонажи это странники, которые совершают такие путешествия, направленные на душевный переворот. И во всем этом вареве часто даже из некой черни все равно ощущаешь, что Газданов наделяет это выразительностью и говорит о ценности каждого мгновения и собственно дыхания жизни. Езда по Парижу это путешествие по подсознанию. Но Газданов в конечном итоге призывает все-таки не смешивать воедино Париж, который кишит вот этими человеческими пороками и Париж метафизический, в котором все еще можно найти что-то человечное. Гайто Газданов при жизни был не особенно популярным писателем. Хоть одну из его книг в свое время экранизировали американцы, после чего Гайто Газданов поклялся, что никто больше никогда не экранизирует его книгу, потому что фильм был ужасен. Лестно о Газданове отзывался тот же, например, Максим Горкий и Бунин. Критика признавала его вместе с Набоковым самым талантливым писателем эмигрантской эпохи и молодого поколения вообще. И, кстати, лишь после войны книга под названием «Возвращение Будды», имевшая большой успех, принесла наконец-то Газданову финансовую независимость. До этого он был очень бедным человеком. Некоторые считают, что не за своевременного выхода ночных дорог Газданову все-таки не удалось стать главным прозаиком вот этой русской эмиграцией и затмить Набокова. Но вот в случае с Набоковым как бы все ясно. Его помнят и до сих пор, читают, издают, и он очень популярен. Вот о Газданове, к сожалению, этого нельзя сказать. И вправду, сейчас будет очень трудно найти его книги, они выходят очень ограниченным тиражом, и, я думаю, это связано прежде всего со всеми вот этими забытыми писателями эмигрантской волны. Например, тот же самый Варшавский называл их незамеченное поколение и отмечал, что у писателей этой волны какое-то особенно ослабленное внимание к реальной жизни путем путешествия в мире душевном. Для меня же Гайто Газданов остается одним из лучших писателей, блистательным исследователем человеческой души. Это самая настоящая медитация, облаченная в мысли, написанная поэтичным и самобытным языком. Я вам всем рекомендую ознакомиться с творчеством Гайто Газданова, в частности с его романом «Ночные дороги». На этом у меня все, дорогие друзья. Большое спасибо вам за внимание и до новых встреч!